Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами создавать свой собственный сайт. Быстро и бесплатно. Итак, чтобы создать свой собственный сайт, я перешел на ссылку ruvix.com Эту ссылку мне посоветовал мой друг, вернее сказать, моя подруга. Ну и что, давайте создадим свой сайт. Нажимаем на кнопочку «Создать сайт». Нам требуется зарегистрироваться, если мы впервые, и войти, если уже не второй раз. Давайте нажмем «Я новый пользователь». Продолжить. Мой e-mail. Итак, вводим свой e-mail. Подтверждаем его. Вводим свой пароль. И подтверждаем его еще раз. Нажимаем на кнопочку «Регистрация». Сейчас я остановлю видео, чтобы зарегистрироваться на item.sate. А дальше мы с вами продолжим. Вот, дорогие друзья, я ввел свои данные. И сайт впустил меня к себе, так скажем. У нас открывается такое окно «Добро пожаловать в Wix». Далее мы выбираем свою категорию сайта, которая нам будет нужна. Для меня это «Бизнес и услуги», «Образование и культура», «Интернет». Нажимаем на кнопочку «Go». Далее нам предстоит выбрать шаблон из категории «Бизнес и услуги». Здесь очень много готовых шаблонов, которые можно просмотреть и приступить к редактированию вашего сайта. Интернет немного виснет. К примеру, я выбираю вот этот шаблон «Натуральные продукты». Нажимаю кнопочку «Просмотреть». Открывшийся сайт мне нравится. И я начинаю приступать к его редактированию. Очень довольно-таки простенький, то, что мне и надо. Нажимаем «Редактор». Итак, друзья, мы переходим к редактированию нашего сайта. Но сначала идет загрузка редактора Bix HTML5. Подождем немного. Стоит сказать, что этот конструктор создания сайтов довольно-таки хвалят. Но я еще не разу не создавал здесь сайты, поэтому сейчас будет, конечно же, трудно, но я думаю, разберемся и посмотрим, так ли это на самом деле. И вот перед нами открылся наш редактор Bix. Выглядит довольно-таки впечатляюще. Очень сложная конструкция, много разных вкладочек. Но на самом деле это довольно-таки просто. Ну что же, давайте посмотрим на состав этого редактора. Мы видим редактор сайта для компьютеров. Редактор Mobile. Я не буду нажимать. Выбор страницы. Это, я понимаю, отменить или повторить, вернуть свои шаги. Это копировать, вставить. Дальше это у нас сетка. Мы дальше сами, возможно, разберемся, если это понадобится. Выравнивание объектов, линейки и направляющие. Предпосмотр. Сохранить. Публикация. Апгрейд. Потом вот это, по-моему, факи у нас. Это у нас получить отзывы. Естественно, сам сайт. И его пять основных редакторов. Ну что же, давайте перейдем к редактированию сайта. Для начала мы нажмем страницы. В наше меню открывается такая вот система вкладок. Система страниц. Здесь даются советы. Но мне нужно будет только всего лишь пару страниц. Это для меня все лишнее. Мне это особо не нужно. Давайте ее удалим, наверное. Вот, кстати, она перевеснулась у нас на заднем фоне. На эту страничку. Ну, да ладно, оставим. Извините, у меня насморк. Буду пошмыгивать. Наша история. Историю нам не нужно. Удаляем эту страницу. Да, мы уверены, что хотим удалить ее. Вот она у нас пропала. Польза. Польза нам тоже не нужна, эта страница. Вообще, я создаю сайт на тему о коррупции. Так как у нас в местном, муниципальном округе будет проводиться конкурс, посвященный как раз всеми против коррупции. И вот, к своей работе я решил создать сайт. Я не знаю, конечно, что из этого получится. Но не знаю. Сейчас, я думаю, мы это увидим. Давайте, наверное, удалим. Это. И создадим потом все сами. Так, главную страницу оставляем, контакты оставляем. Ну и продукты тоже давайте удалим. Удалить. Итак, здесь, кстати, можно перемещать свои вкладки, свои страницы. Но мне это не нужно, я это оставлю. Так, на странице главная, давайте ее немножко изменим. Или просмотрим настройки и SEO. Так, сделал домашний, пускай стоит. Ну, я думаю, здесь ничего особо менять не нужно. Пускай остается. Мы просто поредактируем содержимое. Контакты. Адрес сделай домашним. Нет, это нам не нужно. То же самое. Давайте еще добавим страницу. Есть у меня тема коррупция. Я делал на эту тему как раз-таки свой проект. У меня там по задачам есть специальные шаги. Поэтому давайте добавим... Сейчас даже давайте посмотрим еще лучше. Наш рабочий стол. Откроем этот проект. И чтобы не ошибиться, точно узнаем название шагов. Вот проект мы против коррупции. Прошу не копировать мой проект. И выставлять его дабы свой. Так, вот задачи. Всего у меня здесь пять задач. Верхняя, которая из них основная. Давайте оставим вот эти четыре страницы. И, как я люблю говорить, обзовем их. Так, первая у нас страница будет... Давайте ее назовем... Вот это вот у нас будет. Обзовем ее... Основная информация о коррупции. Перейдем. Контакт оставляем. Добавить страницу. Ага. Здесь мы видим... Макеты страниц. Что ж, давайте выбирать один. Пустая, пустая, нам неинтересно. Может быть, вот это... Места для длинного абзаца. Статьи. Или вот давайте вообще-то... Попробуем ее добавить. Итак, назовите вашу страницу. Давайте назовем ее...